К нам присоединяется депутат Государственной Думы Российской Федерации 2001-2012 годов, Геннадий Гудков. Геннадий, приветствуем вас. Скажите, пожалуйста, о реальном состоянии экономики в России Путин получает информацию? Или в этом пузыре информационном, в котором он находится, подобные сообщения не могут просочиться? Я думаю, что он получает, но Путин не волнует экономика России. Вот как ни странно звучит мое заявление, то есть я все время, все время очень часто там в Кремле и не в Кремле, и в Думе, и раньше и так далее, и в контактах с власть-держащими, говорил, ребята, вы что делаете с экономикой, вы что, с у вас сошли? А потом я понял, что у них совершенно другая картинка, и они ориентируются не на экономику, не на малый и средний бизнес. Они ориентируются, а, на крупные придворные бизнесы, б, госкомпании. И там у них пока все более-менее. И вот есть две экономики России. Есть та, которая интересуется Путином, это еще раз подчеркиваю, государственная компания, в основном нефтегазовая и прочего экспортного направления. И есть крупный придворный бизнес, которому он помогает. И там, подчеркиваю, совершенно другая картинка по сравнению с тем, что творится со страной. Что творится со страной, вы говорили сейчас здесь есть, но я просто еще раз напомню, что до войны, когда вот были тревожные ожидания возможной войны в январе, я, к сожалению, не знаю цифры по февралью, по-моему, их не публиковали еще. А в январе ушло из России 13 миллиардов долларов. То есть бизнес бежит, люди бегут. С начала войны пошла массовая миграция, массовое бегство россиян. Это как раз те россияне, которые имеют средства к существованию. Это те россияне, которые сумели вывести деньги. И вместе с деньгами с семьей они покидают страну. Состояние бизнеса от того, который создает места рабочие, кормит, платит налоги, катастрофическое. Это и в том числе уход, как вы здесь уже говорили, я прослушал коротко ваши новости, уход компаний, сокращение рабочих мест, упадение налоговой базы. Путина это не очень пока сильно волнует. Он не понимает взаимосвязь между этим бизнесом и вот тем бизнесом, который он в какой-то степени контролирует и интересует. Поэтому у него очень странная картинка. Он вообще не очень большой экономист. Я много раз наблюдал, я же все-таки с ним знакомый и лично, и приходилось общаться и как-то видеть его в разных ситуациях. Ну, например, он совершенно вот впадает в магию, в такое какое-то состояние, знаете, такое, когда говорит Кудрин про какие-то вещи. Я много раз наблюдал, когда Кудрин был министром финансов и с премьером. Он что-то рассказывал, процентные доходы, непроцентные доходы, что-то такое. У меня там складывалось такое впечатление, что в этот момент, ну, по крайней мере, в Думе несколько раз я это наблюдал. Путин впадает в какое-то состояние, как вот, я извиняюсь за выражение, как кобра, который успокаивается дудочкой вот этого фритиста, укротит телезмей. И вот он начинает кивать головой, раскачивая головой, когда там Кудрин что-то говорит, кто-то там центральный банк говорит. Они ему дают вот эти цифры, которые, ну, макроэкономические показатели, видимо, отражают, но они не дают реальной картинки, что происходит со страной. Я думаю, что вот в таком состоянии он примерно пребывает. Геннадий, я думаю, что у вас все-таки другое состояние, когда вы слышите эти цифры, и поэтому к вам вот в связи с этим такой вопрос. Есть такая теория, опять-таки мы не экономисты, мы журналисты, что санкции, какие бы они ни были сильные, они выбьют средний класс главным образом, который в России там никогда не был основой всего, да. И очень богатые люди, олигархи. Почему вы об этом говорите в будущем времени? Почему вы об этом говорите в будущем времени? Нет больше этого среднего класса. Уже выбили его среднего класса, нет. Ну, и то есть я к чему веду, Геннадий, я к чему веду? Что, в принципе, так государство, Российская Федерация еще какое-то время может существовать. То есть есть люмпины, есть очень богатая прослойка. И как-то так оно будет где-то еще какие-то годы существовать. Это возможно? Возможно, к сожалению. К сожалению, возможно, потому что, ну, если только, подчеркиваю, Запад не установит полный там торговый эмбарго на товары из России, экспортные товары, сырьевые в основном. Но он не установит, потому что часть товаров, она просто необходима для мировой экономики. Например, никель. Ну, и как вы его остановите, никель, если там никель в основном поставляется из России на весь мир. И там ряд других металлов. То же самое там может быть с лесом, то же самое может быть с нефтью, с газом. Если не будут покупать, допустим, цивилизованные страны, то начнут покупать нецивилизованные страны. Вы же знаете, что там предложили сейчас Индии покупать нефть российскую в два раза дешевле рынка. Лишь бы покупала. Поэтому совершенно очевидно, что пока вот это идет, выручка, она поступает в первую очередь в госкорпорации, которую Путин контролирует. Она поступает в крупным олигархам, с которым он договаривается, им помогает. Но на остальных плевать. Вот мы анализировали ситуацию, и что может быть? Не будет денег там, не будет рабочих мест. То есть они просто тупо, если им сохранят доходы по нефти, газу, металлам, лесу и так далее, они тупо будут подачками кормить миллионы людей какое-то достаточно долгое время. Ну, плюс еще обратите внимание на такие цифры и показатели. Значит, несмотря на то, что многие страны объявили о замораживании российских активов, не все страны от слов перешли к делу. Например, даже Япония, которая заявила о том, что она присоединяется к санкциям, когда дело дошло до дела, а там у них есть примерно 22 миллиарда российских резервов, она не стала их замораживать. Таким образом, вот эта система заморозки российских авуаров, она не монолитна. То есть какие-то страны начинают давать послабление, какие-то страны начинают полумерами ограничиться. Поэтому Путин получает вот этот люфт, люфт это по-немецки воздух, и вот он имеет возможность содержать страну за счет накопленных резервов. Так, слушайте, получается, что в данной ситуации помощь Украине прямая, это как-то более выгодно и рационально, чем санкции России? Как еще раз, что прямая? Слушая вашу речь о том, что в принципе так государство России может еще продержаться какое-то время, да, и санкции ее могут не добить, да, то прямая помощь Украине сейчас выгоднее и рациональнее в этой ситуации, чем санкции в сторону России? Все надо делать. Надо делать и одно, и другое. То есть одно не исключает, а другое, наоборот, даже дополняет. Поэтому я все время призываю запуск масштабной помощи типа плана Маршалла, ну, по крайней мере, ленд-лиза сейчас в данный момент в Украине, с тем, чтобы добиться, добить санкциями путинский режим. Одно и другое, они должны идти как общий план сокрушения путинского режима. Другого варианта нет. То есть если Путин останется, каким-то образом он выйдет из этой войны, если не победителем, то не проигравшим, то это будет означать начало массовых репрессий в России, полная зачистка, организация каких-то там зон, концлагерей и так далее, и превращение страны в источник всемирной угрозы, в источник угрозы всей цивилизации. Потому что Путин не остановится. Ему постоянно нужна война, ему нужен постоянный конфликт, ему нужно постоянное объединение ватного, так сказать, там зомбированного электората вокруг него, чтобы можно было там как-то управлять. У него же одна задача. Путин сейчас решает только одну задачу, одну единственную. Вот его больше ничего не... Все остальное, что какие-то там экономика, социалка, там прочее, прочее, это всего лишь факторы, которые должны помогать ему решить одну единственную задачу. Постоянное удержание власти политической. Никакой иной задачи он не решает. Ему даже Украине не нужна. Геннадий Владимирович? Он ненавидит ее за путь свободы и демократии. Он боится, что вот этот путь, боялся, что путь свободы и демократии даст и Украине другое качество жизни, и это будет скрушительный удар по его же власти. Он защищал свою власть, нападая на Украину, разрушая ее, он защищал свое право страной управлять вечно. Это просто была форма такая, и есть такая форма, которая там консолидацию определенную вызывает. Не более того, поверьте, ему не Донбасс этот по барабану, и Луганск этот по барабану, и Северная Осетия ему нахрен не нужна по большому счету с Абхазией. Это просто форма удержания политической власти. Геннадий Владимирович, вы три недели назад, комментируя ситуацию, давая оценку, сказали о том, что существует сейчас два варианта завершения войны. Первый вариант – это устранение политического такого объекта, как Владимира Путина, то есть прекращение его политической жизни. Второй вариант – это победа Украины в этой войне. Теперь, насколько правильно ли я понимаю, что политический вопрос больше касается санкций, а победа в войне, украинская победа в войне, больше касается военной помощи? – Так, вы как-то упростили. Я вообще сейчас думаю, что два варианта осталось у Путина, и вообще наиболее реалистичны. Первый вариант – это затяжная война с перемирием, окапыванием путинских войск на юге Украины, объявлением, что это великая победа над НАТО, над американцами, над украинцами, новые территории и сухопутный коридор в Крым. Но я думаю, что мир не примет такую ситуацию. Она может, по факту, у вас не окопаются войска, будут вести позиционные бои, и с этим надо что-то будет делать, невозможно вечно воевать. Это первый вариант, он, поверьте, не самый худший. Хотя плохой. Есть два плохих варианта. Первый, я сказал, не самый худший, но плохой – окапывание Путина на юге, уход с других направлений, сказать, что мы одержали победу, пропаганда, из него сделать там российское самое великое победитель всех времен и народов. Что касается второго варианта – это ядерная война. Это продолжение агрессии с использованием, с повышением ставок до применения тактического ядерного оружия с возможностью, к сожалению, если Запад будет отвечать, перерастание в нечто большее. Что реальнее сейчас? Я надеюсь, что второй вариант. Первый вариант пока. Пока первый вариант, его пробовали, его уже тестировали. Если вы помните, на переговорах Медынский вдруг заявил, что мы там сворачиваем, поступаем на операцию Черниговского направления. Это вот как раз была прокачка, а что будет? И сначала была очень острая реакция, что Путин предатель, что он нас тянул, что он такой сякой, слабак там и прочее, посыпались кучи раскоплений на него внутри страны, от того агрессивно-ватного послушного, ну, может быть, не большинства, ну, хотя, наверное, еще большинства. И он сначала испугался этого, ну, Кремль испугался, скажем так, не только он. И они как бы немножко отыграли назад, что нет, 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 мы продолжаем. Главный командующий сказал, надо сделать, мы будем это делать. А потом, вроде бы, как и потихонечку, 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 вы видите, они все равно мягко-мягко-мягко, чтобы люди привыкли реализовать этот план. Я думаю, что пока все идет по первому сценарию, но он тоже никого не устраивает. Вот я вам задаю вопрос, Украина, он устроит такой вариант? Ну, вряд ли, вряд ли он устроит. Вы сами сказали, что это плохой вариант, да. Слушайте, а с другой стороны, даже этот первый вариант, он ведь тоже может привести к ядерному удару, нет? Может, может, конечно, гипотетически, но там риск меньше. Вот, и Запада он не устроит. По большому счету, сегодня, Запад стоит перед выбором. Украина-Запад. Украина сейчас на форпост. Всего цивилизованного Запада, вообще всей цивилизации. Вот поэтому, значит, раз это не устроит, какой выход? А выход у Запада у всех у нас только один. Да, да, в люди режим Путина до его краха. Все. Никакого иного выхода нет. Если Путин остается у власти, ну, просто будет новая война, новая какая-то агрессия, новое применение оружия, не дай бог там еще чего-то. Постоянно будет гореть Украине, постоянно будет мешать. У него же задача какая? Не дайте украинцам жить лучше русских. Ну, российских. Если это происходит, все, его режиму капец. Геннадий, смотрите, мы в Украине, на самом деле, очень часто обижены, бываем на Запад, в том смысле, что мы не получаем ту помощь, которую хотели бы и могли бы получить, наверное, да? И мы вспоминаем историю Второй мировой войны, когда американцы открыли Второй фронт. И вот эти кадры Буччи, которые, на самом деле, я сам был свидетелем того, как поменялось мнение западных СМИ. Они еще вчера называли эту войну конфликтом, сегодня нужно называть ее войной. И может ли стать Бучча или что-то другое уже вот тем моментом, когда уже это будет не просто глубокая беспокоенность, а это будет закрытое небо, это будет, возможно, Второй фронт, это будет какая-то еще другая поддержка, которую я даже сейчас не могу озвучить. Как вы думаете? Запад находится в тяжелейшей ситуации. Он понимает прекрасно, что Украина сражается за него, что Украине надо помочь всем, что Украина должна, обязана победить в этом конфликте, должна вбить гвоздь в гроб Путина. Все они понимают. Они боятся только одного, что этот сумасшедший вдруг, спрятавшись там в горе Яматау, где-нибудь на Урале, нажмет красную кнопку. Уже эксперты посчитали, что жертв, возможно, ядерной войны, которая может начаться с применением, ограниченным применением оружия тактического ядерного, примерно 550 миллионов человек. Вот просто вдумайтесь в эту цифру, она в пять раз ровно больше, чем погибло людей в Второй мировой войне за шесть лет. Второй мировой войне за шесть лет. Они пытаются как-то сделать так, чтобы помочь Украине победить Россию и не погубить... Да, там из этих 550, понятно, что 140 будет российских, но тем не менее 400 миллионов людей умрут в различных частях света, не только от войны, но и от голода, от болезней, от излучения и так далее. То есть достаточно такая страшная картина. Вот цивилизация не исчезнет, человечество выживет, да, но вот такой ценой. И поэтому у них сейчас задача найти способ, как не вступая в ядерный конфликт, додавить Путина. И, конечно, они будут поставлять сейчас, ну, как вот нам некоторые наши эксперты пишут, даже полутайно или тайно поставлять будут современное оружие Украине, то, которое закрывает небо, помогает. Или они потихоньку-потихоньку, шаг за шагом будут вступать, поставлять, ну, грубо говоря, идти к этой цели, идти, выполнять задачу, шаг, мягонько-мягонько, такими осторожными шагами. То есть я все время в Западе тоже призываю к этому закрыть небо. Украина тоже понимает, что преимущество воздуха не дает возможности одержать военную победу, да. И это мы понимаем с вами. Воздух не завоеван, или, по крайней мере, нет приятеля, ничего сделать невозможно. Но я всегда привожу один пример. Турция. Ребята, а посмотрите на Турцию. Аэрлоган-то поставляет Байрактара, да, как правильно называют. Беспилотники вот эти. Громят они, путинские войска, громят они колонны, громят они танки, громят. И удивительно, что Путин уважает Эрдогана, потому что чувствует силу. Вот какая-то такая, вот психология абсолютная. Как только Путин чувствует силу, как только Путин чувствует силу, он тут же пасует. И вот я надеюсь, что Запад это тоже поймет, найдет способ эффективно закрыть небо Украины, помочь украинцам одержать военную победу, с тем, чтобы потом уже дальше додавить режим Путина до его краха. Я надеюсь на этот вариант, призываю Запад это сделать. И мне кажется, что он, ну он просто требует времени. К сожалению, время этой жертвы со стороны украинского народа, да, это очень страшная цена, которую, к сожалению, приходится платить вот за то, чтобы не поставить мир на начало ядерного апокалипсиса. Спасибо вам. Геннадий Кутков, большое спасибо. Спасибо за комментарии. Слушай, ну возникает ведь резонный вопрос, а с чем связана эта нерешительность европейских, например, политиков, да, представителей западного мира, которые сегодня не готовы пойти на вот еще один шаг? Ну вот Геннадий только что попытался объяснить. Ты знаешь, на самом деле аргументы достаточно понятны. Но опять-таки, мы же вышли в разговоре на то, что есть некая особая психология диктатора Путина.